День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе принимает участие профессор Игорь Владимирович Кабашкин. Один из основателей Института транспорта и связи. Замечательного вуза, который унаследовал традиции Рижского краснознаменного института инженеров гражданской авиации РКИГА. Который в простонародье называется просто ГВФ. И Рижского авиационного университета, который был создан на основе РКИГА в 90-е годы и в 1999 году прекратил свое существование. Вот сегодня мы поговорим об истории этого вуза и сделаем акцент на втором человеке, который принимал участие в его создании. Это Евгений Александрович Копытов, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Так что сегодня такая мемориальная передача и о нем, и о РКИГА, о студенческих годах, о преподавании, о студентах, о жизни. В общем, обо всем том, что нам дорого, любимо и приятно вспоминать. Радиослушатели приглашаем присоединяться к нашим воспоминаниям и разговорам по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, и, может быть, делиться своими воспоминаниями, задавать вопросы Игорю Владимировичу. Добрый день, Игорь Владимирович. Добрый день. Итак, тема возникла у меня после того, как я взялась редактировать статью Евгения Александровича в Википедии, потому что она была какая-то такая совсем маленькая и никчемная. Я решила, что этот человек заслуживает, чтобы о нем написали более подробно. И когда я изучала жизнь его, то, в общем-то, удивилась тому, что он вот с молодых лет фактически проявил себя как такой человек с активной жизненной позицией и как борец. Вот вспоминаете ли вы, как вы с ним познакомились? То есть это было уже в студенческие еще годы или уже позже, когда вы стали преподавателями ИОН и ВЫ? Вы знаете, как ни странно, мы с ним достаточно поздно познакомились. Мы фактически познакомились в период ликвидации нашего института. Потому что, ну, немножечко раньше, потому что я возглавлял в то время Совет по защите докторским диссертаций, хабилитированного доктора тогда было, да. И Евгений Александрович как раз... Готовил свою докторскую. ...позгумал, защищать его или нет в тот переходный период. Диссертацию, материалы у него были, он был заведующей кафедрой. И, в общем-то, встречаясь с ним, я понял, что, в принципе, он абсолютно готовый специалист. И надо только поставить вот эту точку. Ну и, собственно говоря, успешная защита диссертации немножко раскрепостила его, я понимаю, во многих смыслах. То есть это освободило и время, и дало новые возможности. Но так получилось, что это как раз совпало с процессом начала ликвидации. И как раз, в общем-то, Евгений Александрович именно в тот тяжелый период стал вторым проректором. У нас до этого только я был проректором, первый проректор. Да, Евгений Александрович стал проректором по учебе. И так получилось, что вот в эти тяжелые дни как бы именно на него легла основная нотша по представительству нашего института, тогда еще не закрытого, в комиссии по ликвидации. Но это был уже не институт, а университет, я должна оговориться, да? И речь идет о РАО. Да, потому что, так сказать, в то время это был Рижский авиационный университет. И фактически, ну, я с 94-го года был там первым проректором. И фактически с первых дней занимался тем, что отстаивал наш институт, наш университет на всех уровнях. И, собственно говоря, вот эти первые контакты уже в новом качестве показали, что, во-первых, мы прекрасно понимаем друг друга, у нас единая точка зрения по многим вопросам. А главное, что Евгений Александрович борец. То есть он может спокойно отстаивать, но он держит удар и в сложных ситуациях он ведет себя абсолютно адекватно и как настоящий воин, и как настоящий товарищ. И, собственно говоря, вот эти взаимоотношения в этот очень тяжелый для университета период, они позволили, в общем-то, нам установить первый контакт. Хотя, безусловно, мы друг о друге знали, но работали на разных факультетах, на разных кафедрах и напрямую редко встречались. Хотя, понятно, мы знали друг друга, и в основном и по работам, и по академической деятельности, но именно в таком, в человеческом плане особо близких отношений до этого момента нет. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот Вы сказали, что защита докторская дает человеку какие-то новые возможности, его раскрепощает. На самом деле, что, какое качество человек приобретает, вот получив этот заветный докторский диплом? Ну, теперь это хабилитированный доктор по новой классификации. Ну, как бы, вспоминая старую систему, да, доктора наук, это были штучный товар в советской системе, да, и Вы, кстати, защитили свою докторскую еще в то время. Вы были, наверное, одним из самых... Нет, я еще советский доктор. Да, советский доктор, и, наверное, один из самых молодых докторов наук, потому что обычно докторские защищали там 50+, а Вам было явно меньше. Вот. Что требуется от человека, чтобы выйти на уровень доктора, вот этого самого настоящего доктора? Действительно ли это должен быть там родоначальник какой-то новой темы, новой теории, новой какой-то научной дисциплины? Или все-таки сейчас, ну, к этим специалистам требования немножечко снизились? Ну, на самом деле, два вопроса, да, первый, может быть, более короткий. Почему, как бы, такое психологическое освобождение? Ну, Вы понимаете, что если человек работает длительное время в какой-то области наук, у него накоплены определенные материалы, и в то время у нас была двухуровневая система, как Вы сказали, да, кандидат-доктор в переходный период на начальном этапе развития латвийского государства уже после восстановления, это был доктор-хабилитированный доктор, сейчас это вторая степень отменена, у нас только доктор наук. Ну, и понятное дело, что вот этот накопленный багаж, он, в общем-то, как в психологии говорят, он определенным образом давит, если не поставлена точка, ради чего ты это делал, да, в конце концов, для нас это, так сказать, определенные возможности и карьерного роста были в то время, потому что определенные должности, начиная с профессора, ты не мог занимать, не имея степени доктора наук и так далее. Вот, и несмотря на то, что вроде бы оказался статус, особенно в 90-е годы, кому там наука нужна была, да, он в обществе существенно снизился, психологически, как бы, так сказать, этот груст оставался, и у нас с Евгением были разговоры на эту тему, я сам прошел в какой-то части этот путь, только в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, да, у меня была защита, то есть тогда тоже считалось, что никому не надо уже больше, надо бизнесом заниматься, коммерцией и прочими вещами, и по себе я знаю, что это, да, это какая-то психологическая точка, это платформа для возможности новых, не столько с точки зрения самой степени, сколько ты освобождаешься от какого-то груза старых психологических проблем, да, вот в этом плане, да, то есть груз не идет. Что касается научной составляющей, то, безусловно, как бы у нас у всех очень интересная биография научная, потому что мы все работали практически на стыке разных специальностей, да, и не случайно вуз авиационный, потому что там много технологических новшеств, которые идут из разных областей, моя базовая специальность электроника, вот, и я занимался именно этими вещами, применительно к авиационным вопросам, в частности, обеспечению связью воздушных судов и взаимодействия борт-земля, вот, а Евгений Александрович, он начинал, как бы, с диагностики авиационных двигателей, применительно к ним новые методы компьютерной обработки, уже тогда, как бы, были достаточно актуальными, и именно эта ниша, как бы, для него была новой, и не только для него, но и вот для вуза, вуз один из лидеров был всегда в этой области, поэтому, как бы, и в научном плане Евгений Александрович, он достаточно был активен, и это еще одна возможность, в том числе, сочетать академическую деятельность, потому что все наши наработки, они в дальнейшем выливались новые материалы для наших студентов, потому что технологические вопросы достаточно быстро развиваются, и сегодня, как бы, обновление вот это технологическое вообще катастрофическими темпами происходит практически на второй-третий год. Обучение студентов, особенно в области информационных технологий, практически наполовину обнуляет те знания, которые они получали на первом курсе, поэтому главным становится не столько знание, сколько некий базис и умение учиться, потому что, особенно в области информационных технологий, это основное свойство специалистов, они постоянно учатся для того, чтобы просто оставаться в форме, оставаться на том уровне, на котором они должны быть. Получается, что именно Копытов был человеком, который руководит вот этой вот, ну, модной теперь темой IT, фактически, да, в РАУ, и в дальнейшем это перешло в Институт транспортной связи. И скажите, какую роль сыграло вот именно это направление в том, чтобы институт состоялся, Институт транспортной связи уже устоял и, ну, получил такую хорошую судьбу, которая сейчас есть у него? Безусловно, как бы, становление нового вуза, оно не на пустом месте происходило, да, Евгений Александрович возглавлял кафедру программирования в нашем университете и был один из крупнейших специалистов в области баз данных, значит, занимаясь этими вопросами, имея много последователей учеников. Ну, я хочу сказать, что вообще отличительной особенностью нашего предшественника Реческого института инженеров гражданской авиации, авиационного университета было наличие школ научных, да, поэтому нельзя сказать, что каждый из нас там возглавлял какую-то школу, скорее наоборот, мы поддерживали то, что было создано до нас, и основная задача была в том, чтобы продолжать воспроизводство нового поколения ученых, помогать им для того, чтобы в очень динамичной среде изменения этих технологий как бы поддерживать актуальный уровень и свой собственный, и коллег, и, безусловно, студентов, потому что все-таки ВУЗ учебный, и это самая наша главная задача была. Поэтому в этом плане, как бы, безусловно, наличие таких специалистов, которые как бы были одними из лидеров в своем направлении, они помогли становлению ВУЗ. Ну, при становлении ВУЗа мы, в общем-то, думали о тех направлениях, которыми развиваться, и уже в период авиационного университета, как бы, и у меня созрело четкое понимание того, что название авиационный, оно в какой-то части мешает нам, да, оно мешает только потому, что, ну, ВУЗ оказался достаточно большим для нашей небольшой страны, потому что, наверное, слушатели знают, что в Советском Союзе было три таких учебных заведения, это Киевский институт, Московский институт и наш, ну, а после того, как изменилась политическая ситуация, то, конечно, готовится, если раньше мы готовили специалистов практически для всей большой страны, то для Латвии такого количества специалистов не надо было, это была одна из мотиваций, которую ВУЗ закрывали в свое время. Вот, ну, а вторая мотивация тем, что этот же период совпал с достаточно активным выходом на международные рынки. Если раньше это, ну, Советский Союз большая страна, и во многом была самодостаточна, то для Латвии, которая и стремилась в Северный Союз, и активно взаимодействовала на международных рынках, такая позиция была невозможной, и, в принципе, для нас было интересно, потому что мы всегда были достаточно международным учебным заведением, у нас учились специалисты из многих стран, это было всегда международным университетом. Кстати, мы одни из первых еще в советское время выпускали магистров наук, потому что по международной классификации, то есть специалисты пятилетним образованием, это магистры науки, и, в общем-то, многие удивлялись, что, как бы, встречали в советское время вузы, которые выдавали теплому магисту. В этом плане для нас было интересно посмотреть, что делается в мире, и когда мы выходили на международные рынки, образовательные, научные, взаимодействовали с коллегами, мы понимали, что слово авиационное, оно немножечко сужает людей, в том плане, что во многих странах авиационное связывается с военным, прежде всего. К этому профилю мы точно не относились, ну и, с другой стороны, опять-таки, работа в научных сегментах различного рода показала нам, что как раз область транспорта и связи, в том числе даже на государственном уровне, она является одной из самых распространенных, и даже министерство многие называются транспорты и связи. И, на самом деле, это действительно та ниша, в которую мы 100% попадали, потому что это не отвергало наше авиационное прошлое, но позволяло нам представить и другие стороны сильные нашего ВУЗа, которые, может быть, маскировали словом авиационное. Это и электроника, информационные технологии, логистика, в которой мы были одни из первых в нашей стране, первые программы логистики были у нас, и мы создавали подходы, видение этого. Потом это слово... Многие еще в то время не понимали, думали, что это с логикой связано каким-то образом. А потом уже стали все специалисты в логистике. Хотя транспортная логистика до сих пор является одним из самых сильных направлений ВУЗа. Поэтому наличие как раз моих коллег-специалистов в этих областях и позволило нам достаточно быстро и легко трансформировать внешне узкоспециализированный университет в многопрофильное техническое, учебное и научное заведение. Игорь Владимирович, вы сказали, что вы ставили с самого начала задачу растить новое поколение ученых. И ранее, буквально несколько минут до этого, вы сказали, что наука была никому не нужна. Вот как сочетаются это ваши желания и вот та реальность конца 90-х годов, начала 2000-х, когда действительно время было не самое лучшее для научных проектов. Да и сейчас-то, собственно говоря, Латвия одна из стран, которая меньше всего тратит денег на науку, и это просто боль, которую все специалисты, ваши коллеги, отмечают и постоянно ее озвучивают. Однако, ну, к сожалению, мало что меняется в этом направлении. Ну, как вот вам удалось, как бы, такие вещи, несочетаемые, все-таки удержать в руках в то время? И что этому помогло? Ну, вы знаете, наверное, самое главное, что мы все немножко фанаты этого дела. И вот именно личная увлеченность, она и позволила, как бы, и поддержать, и сохранить, и развить то, что мы сегодня называем наукой, научным направлением. Ну, опять несколько вопросов вы задали. Наука, почему она такая у нас в стране? Можно начинать с этого, конечно. Наверное, потому что у нас такая экономика. То есть наука на самом деле не самоцель, она нужна для поддержки и развития экономических направлений. Если нет производства, если нет других составляющих, которые обычно составляют экономическую основу государства, то, в принципе, остаются только в простепенной области, типа сервиса, услуг, где в меньшей степени требуется наука. А может быть, именно поэтому так популярны стали во всех вузах и направления логистики, менеджмента, потому что это реально то, что может быть востребовано экономикой страны. И это, наверное, самая большая проблема, потому что, как мы говорим, много на эту тему общаемся, когда нас спрашивают, откуда вы берете студентов, значит, как их поддерживать, вот будет тяжело в вузу, там, если что-то меняется. Вот мы всегда говорим об этом, и сегодня, наверное, все вузы с этим сталкиваются, что самое главное, это даже не столько студенты, сколько преподаватели. Потому что студенты, они будут всегда, если они не на внутреннем рынке, то на международном. Если ты соответствуешь этим требованиям и обеспечиваешь этот уровень квалификации, который нужен на мировом рынке в своих направлениях, то студенты будут. И жизнь показывает, что так оно и есть. Все больше студентов международных приезжает к нам, и мы достигаем той цели, которую хотели. А вот с преподавателями гораздо хуже. И мы это понимали еще тогда, более 20 лет назад, когда создавали институт, что это будет основная проблема, потому что только квалифицированные катари, только и хуже им, в том числе научные, потому что именно он развивает людей в самой серьезной форме. Он может обеспечить развитие и существование в вузах, как сегодня можно говорить, устойчивое развитие. Вне зависимости от колебаний, которые всегда будут, кризисы, которые наступают в различных областях. И сегодня мы сталкиваемся с этим практически ежегодно, ни один кризис, ни другой. И приятно то, что с Евгением Александровичем мы нашли полное взаимопонимание в этой области. И на самом деле это действительно, наверное, большое счастье, что вот это взаимодействие с ним, оно по-человечески было очень логично и неприятно. Значит, у нас с ним никогда не было конфликтов, ни на почве работы, ни на почве личных отношений. И мы очень точно сочетали те вещи, которые каждому нравились. Мне больше нравилось заниматься там внешней деятельностью, стратегией развития, перспективными направлениями. Он был безукоризненным. В учете финансовых вопросов внутренних, я поражался, но его можно было спросить, сколько стоило дверь, которую мы ставили в комнате на пятом этаже шесть лет назад, он сразу называл сумму. Сколько эта дверь нам обошлась. И, наверное, вот это удачное сочетание как бы и помогало сплачивать вокруг себя команду, потому что никогда один, два, три человека не могут сделать то, что получилось в результате. Сегодня этот ВУЗ – это только, так сказать, команда, многоуровневая команда и топ-менеджеров, и специалистов, потому что даже сам факт его создания в августе 1999 года, середина августа – это встреча с министром, объявление о том, что мы с сентября безработные, и ВУЗ закрыт. А 6 сентября уже юридическое открытие нового ВУЗа и начало работ по разработке программ, а 6 октября уже лицензированные программы, вы понимаете, что 2 месяца на пустом месте невозможно реализовать. Я помню встречу в Министерстве образования, когда, так сказать, мы разговаривали о перспективе создания нового ВУЗа, и я прекрасно понимал, что если политические мотивы руководства будут, то мы его никогда не откроем, потому что можно всегда сделать так, чтобы будут проблемы. Но, слава богу, как бы те, кто возглавлял департамент высших учебных заведений, господин Чакст и так далее, он честно сказал, что мы не будем противодействовать, если вы будете выполнять все по закону. Но мы, как бывший государственный университет, в общем-то, даже не сталкивались никогда с процедурами лицензирования аккредитации, потому что это для нас была практически автоматическая процедура. Ну и мы задали вопрос, а сколько уходит времени на это? И он сказал, ну, на одну программу, в среднем уходит год на подготовку. Когда мы через три недели принесли несколько коробок бумаг на 11 программ, включая магистерские, как мы узнали позже, в то время ни у кого еще их не было, у нас были по всем ключевым направлениям, это электроника, компьютер, экономика, менеджменты, транспорт, в том числе и магистерские программы. Вот я тогда первый раз увидел, что такое потерять дар речи. Чакс, ты потерял дар речи? Господин директор Беков по департаменту с нашей книгой с первой, показывал на нее и не мог произвести ни слова. Он был в шоке, потому что было подготовлено на лицензирование 11 программ за три недели. Конечно, тот потенциал, который имел ВОЗ, это те ноу-хау, которые обладали его сотрудники. И понятно, что те 200 человек, которые могли оказаться на улице, они делали все для того, чтобы не просто жить, а жить и реализовывать тот высокий уровень и науки образования, к которому мы привыкли. Именно поэтому такие специалисты могли обеспечить и лицензирование, и последующую успешную агрегитацию, и развитие этого ВОЗа. И человеческий фактор, это, наверное, самый главный фактор, который решили мы на первом этапе, который продолжаем решать сегодня. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что речь идет сейчас о том переломном периоде, когда Рижский авиационный университет фактически столкнулся с большими финансовыми проблемами. Я сейчас это рассказываю из воспоминаний Евгения Александровича Копытова, который это описывал, и который описывал в своих таких заметках, мемуарных, то, как он оказался в комиссии по реорганизации РАУ. То есть эта комиссия была создана в результате того, что у ВОЗа накопились большие долги, и накопились они не только потому, что он неудачно вел свою работу, так написал Евгений Александрович, но и из-за того, что тогда в хозяйство всего этого университета входили не только большое количество зданий, принадлежавших ранее и построенных ранее РКИГа. Ну, так же и жилые дома для сотрудников, которые тоже институт строил, и где уже, ну, естественно, с 91 по 99 год поменялся, наверное, состав людей, которые там жили, там уже были не только сотрудники, но и другие лица. И коммунальные услуги, которые эти люди оплачивали в жилых домах, они тоже висели на институте, одним словом, было несколько компонентов, которые ухудшали финансовое состояние ВУЗа, и поэтому была создана комиссия по реорганизации, думали, что делать, в эту комиссию включили Копытова, как одного из людей, как он сам написал, менее всего причастных к накоплению этих долгов, то есть способного посмотреть на эту ситуацию здраво и немножечко со стороны, и в то же время представителя самой этой команды. И вот комиссия работала, она была создана в конце весны, в мае 99-го года работало лето, было время отпусков, Копытов там крутился как мог, старался найти, в общем-то, варианты выживания и так далее. И вот 12 августа состоялось заседание очередной этой комиссии, как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Рижский технический университет собирает себе механический факультет РАУ, а это фактически был вузообразующий факультет, ведущий, который, в общем-то, был заточен именно на авиационных специалистов, и, как написал Копытов, это означало, что в одночасье комиссия по реорганизации превратилась в комиссию по ликвидации. И вот именно этот момент Игорь Владимирович отметил как точку отсчета, когда пришло понимание, что РАУ будет ликвидирован, люди окажутся все на улице, ну или они будут искать себе другие места работы, они уже не будут единой командой, и в этот момент пришло желание и устойчивое, так сказать, намерение превратить ликвидацию все-таки в рерождение и создание нового вуза. Из 22 программ, которые существовали у РАУ, вот учредители нынешний, наш сегодняшний собеседник Игорь Владимирович Кабашкин, профессор, и профессор Евгений Александрович Копытов, выбрали 11, и это были программы, которые соответствовали названию вуза Институт транспорта и связи, то есть много из этих программ касались именно компьютерных наук, электроники и так далее, и так далее. И об этом сегодня нам Игорь Владимирович подтвердил, что 6 сентября было зарегистрировано акционерное общество, тогда оно еще сначала было названо РАУ, но когда документы этого акционерного общества были поданы Министерству образования, последовало возражение, что не может новый вуз называться так же, как ликвидируемые, поэтому появилось вот это название Институт транспорта и связи. И за 3 недели эти 2 человека и команда, которые они привлекли, и 200 человек подготовили 33 тома документов, многосотстраничных, на лицензирование учебных программ. Вот я как бы описываю так вкратце фактически то, что произошло. С преподавателями, как Евгений Александрович написал, тоже было все непросто. Не все вам верили, тем более, что до этого была история, которая, к сожалению, людям дала обоснованные подозрения в том, что не всегда словам надо верить, потому что преподаватели сталкивались и с тем, что им что-то обещали, не выполняли, что им не выплачивали зарплату и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы анамнез был такой негативный, и вот вы с этим справились. Как вам удалось все-таки завоевать доверие ваших коллег? Понятно, что вы горели этим делом, вы на энтузиазме работали, вы очень хотели сохранить свое дело. Как поверили вам другие люди? Спасибо за то, что вкратце описали, как бы вот этот достаточно сложный период. В нем не хватает все-таки еще одного важного фактора, значит, который тоже на сегодняшний день отсутствует, как бы уже на реальной экономической основе нашего института, это Парксбанк. Дело в том, что действительно 90-е годы были тяжелые, об этом не надо говорить, те, кто помнит, помнят это. И действительно, вы совершенно правы, что финансовое положение вуза было очень непростое, потому что это был не только вуз, это было, ну, как раньше говорили, городообразующее предприятие, да, практически в нашем микрорайоне это так и было в районе, потому что даже та же котельная обеспечила не только там дома сотрудников, но это практически весь район обеспечивался нами. И все долги, которые возникали у жителей, они автоматически попадали на нас и так далее и тому подобное. В этой ситуации руководство вуза в то время решило и договорилось о кредитной линии с банком Паркс. она была достаточно солидной, 1 миллион до 2010 года в долларах, и это в какой-то степени позволяло вообще выживать и существовать. Кроме того, на поддержку как бы вуза во всех его ипостасях были фактически спущены все деньги, которые были накоплены за счет науки. Значит, потому что это тоже были достаточно большие фонды, они всегда были отдельные, но изменение законодательной базы сравняло все эти подходы. И в этом плане с одной стороны создало возможности использования всех средств, но с другой стороны оно в какой-то части обнулило всю ситуацию. Ну и когда наступил вот этот момент, о котором мы сказали, декларация того, что реорганизация превратилась в ликвидацию, кстати, это тоже человеческий фактор, и возможно, такого не произошло, если бы этот механический факультет, как вы сказали, один из образующих вуз, не подписал тайное соглашение с техническим университетом, вот, и практически всем заведующим кафедрам обещали, что их кафедры станут институтами в РТУ, что на первом этапе практически так и произошло, и, в общем-то, руководство механического факультета подписало такое соглашение с РТУ, после чего, как бы, все остальные были поставлены перед фактом, что вуз начал раскалываться, и это радикально изменило, радикально изменило ситуацию. Но когда, так сказать, мы об этом узнали, в общем, действительно было такое шоковое состояние, вот, и, ну, как бы, так сказать, у меня просто дошла информация такая о том, как вел себя парок с этой ситуацией, да, вот, потому что, когда ликвидировали вуз, мы не знали, что у него есть открытая кредитная линия, которые деньги, которые были уже потрачены, и практически возник вопрос, а как, если не будет вуз, то будет отдавать деньги Парксу, потому что в государстве таких денег нет. И, фактически, мы узнали о том, что Парксу было передано вот это здание, основное на Ломоносово-1, в безвозмездную аренду с сроком до 2010 года. Вот, когда такая информация появилась, я напросился на встречу с президентом банка, господином Кардину, и спросил, какие у них планы, на это здание, что они собираются делать. Ну, и господин Кардин, в общем-то, сказал, что, ну, не знаю, там специальных планов нет, наверное, вуз, вот, я спросил, как вы это собираетесь делать, если через неделю придут студенты, вуза как такового нет, они разбегутся, и потом вы будете с нуля собирать, набирать студентов. И вот, собственно, именно этот разговор как бы стал основой сотрудничества, потому что первыми акционерами банка были четыре человека, я еще тоже представитель банка, вот, юридический адрес, если вы посмотрите в документах, это моя квартира, адрес моей квартиры, вот, достаточно, первый год так и продолжалось, так что это очень интересная история, в ней можно говорить отдельно, но именно после того, как уже были запущены юридические механизмы, и фактически юридический отдел банка как бы включился в эту работу, значит, очень тесно мы работали с его руководителем, вот, и уже тогда, кстати, было понятно, что старое название практически нельзя было сохранить, а начальник юридического отдела сказал, что это невозможно, я сказал, возможно, потому что такого названия нет в коммерческом регистрации, никак нет, у нас университеты, это отдельная статья, фактически на уровне самоуправления утверждается средний, они действительно, как бы посмотрели, оказалось, это возможно, но мы сразу имели запасное название, потому что понимали, что, конечно, нам не дадут сохранить старое название университета, вот, что и получилось, как вы сказали, то есть это было одним из условий для доставления лицензии смену названия вуза, вот, и, как бы, это запасное название, которое было, оно стало, как бы, основным для больниц, и уже после этого, фактически, когда были запущены эти механизмы, вот у нас состоялась еще одна встреча с Евгением Санычем уже, я тогда предложил ему, поскольку я был обязатель управления, как вакцинированного общества стать ректором института, чтобы вдвоем, как бы, и с юридической, и с академической, и с научной, со всех сторон продвигать и заниматься вот этими вопросами. Ну, собственно говоря, вот это и ознаменовало первый шаг, и уже, как бы, в сентябре месяце мы вместе дальше работали по созданию и юридической основы вуза, и его хозяйства, потому что, конечно, паракс в этом отношении, надо отдать ему должное, сделал очень много, ну, сделал он, прежде всего, много, почему? Потому что, ну, он не бескорыстно, естественно, сделал, потому что было условие вернуть этот миллион в течение этих 10 лет, да, что мы и сделали в виде арендной платы, вот, хотя нам давали каникулы, значит, вы встаньте на ноги, год можете не платить, мы уже через два месяца начали платить арендную плату, чем, в общем-то, вызвали уважение у руководства банка, и ему огромное спасибо за то, что много помощи было формальной, неформальной, вы помните, эти годы, они непростые были, даже с точки зрения просто безопасности, физической безопасности, и были пара случаев, как бы так сказать, проблемных ситуаций внутри университета, и когда приезжали силы безопасности банка там с автоматчиками, укладывали тех, кто пытался что-то сделать на пол, значит, потому что, как они говорили, вы что, покусились на собственность банка? А. Вот. После чего такие процессы прекратились, и действительно, мы могли строить и заниматься чисто академической научной деятельностью, и вот эти вопросы чисто физической защиты сотрудников и университета, захвата там помещений, которые рейдерские, которые происходили и так далее, они, в общем-то, в значительной степени отпали. Вот. И за это огромное спасибо банку. Кроме того, банк давал возможность пользоваться беспроцентными кредитами на внутренние цели, вот в частности, одно из первых мероприятий, которое мы делали, это реновация здания, замена окон всех и так далее, и тому подобное, да, и действительно, так сказать, мы бы никогда это за счет своих средств не сделали, или это было бы очень тяжело получить кредит, потому что мы были молодая организация, вот в этом плане помогал, и отдельное спасибо за то, что он никогда не лез в внутренние вопросы, то есть он полностью доверял как бы возможностям и руководства университета, и его педагогического состава, именно это позволило достаточно свободно развивать ВУЗ без опасности, что акционеры предпримут какие-то неуклюжие действия, которые могут помешать внутренним процессам, и огромное ему спасибо за то, что все эти годы мы пользуемся абсолютной свободой с точки зрения распоряжения теми деньгами, которые мы зарабатываем, надо сказать, что достаточно уверенно финансовое положение ВУЗа восстанавливалось, и на момент, когда сменились акционеры, ну что было вызвано, вы знаете, самим проблемам Парксбанка, как бы, когда сменились акционеры, вот, и на тот момент ВУЗ был в уверенном состоянии, у нас был миллион тогда латов на депозите для приватизации, еще несколько сотен тысяч развития на текущих счетах, то есть мы себя чувствовали как финансовая организация очень спокойно с точки зрения финансового. Вот, и это тоже, кстати говоря, надо отдать должное Евгению Санычу, потому что он очень считывательно относился к деньгам, у нас была такая шутка у всех, что я, как бы, зарабатываю деньги, Евгений Саныч их бережет и рационально использует. А вот действительно благодаря ему многие вопросы решались более экономно, более эффективно и это была огромная ну лично для меня, например, помощь, потому что я не очень люблю заниматься такими вопросами. Вот, у него каждый сантимчик лежал в том месте, где надо, он помнит про все эти вещи и, так сказать, при всем при этом очень рационально и здраво распоряжался в том числе и возможностями развития. То есть, эти вопросы всегда в нашей команде куда входили и мои коллеги, которые активно помогали, если мы говорим о топ-менеджменте, Ирина Яцких, которая сегодня является представителем правления нашего института и Борис Мишнев, который спринял Евгения Александровича, когда у него вышли два срока ректорства на этом посту. То есть, это была единая команда, которая продвигала как бы УС, вместе работала и, как мы часто смеялись, у нас у каждого были свои слабые и сильные стороны, но мы старались именно сильными сторонами выйти в этот мир, войти в институт для того, чтобы сделать его как можно лучше. А вопрос психологии, которого затронут, действительно, он был очень серьезный, потому что люди были напуганы и ситуация была непростая. И еще один интересный момент, который был, с первых дней, как создался УС, так получилось, что у нас были очень хорошие связи с практикующим психологой Сильвией Аникановой. Вот ее, к сожалению, сегодня тоже нет в этом мире с нами. Мы ее пригласили для работы и с первого дня мы начали работать с коллегами, в том числе в области психологии. Мы столкнулись с очень большими проблемами, потому что люди просто не верили и не доверяли не только руководству, а вообще той ситуации, которая сложилась вокруг клуба. Если говорить и отвечать на тот вопрос, который вы задали, почему все-таки получилось решить, я думаю, что для себя, по крайней мере, один из основных ответов это честность. А честность, с которой мы работали и люди видели, на что тратятся деньги, там уже буквально через полгода, когда произведены были изменения внутри вуза, достаточно серьезные, потому что первое наше приобретение это были компьютерные классы для студентов и ремонт тех помещений, в которых студенты находились. Люди, встречая меня в коридорах, спрашивали, а почему это нельзя было сделать за все предшествующие годы. Вы за полгода начали именно с этого. Я думаю, что именно такое отношение плюс понимание того, что это наше общее дело, и мы не просто создали себе рабочие места, а мы хотели долго, творно жить, потому что этот бизнес невозможен на кратковременной основе образования, наука даже, он и сложный, и хороший по этому, потому что кризис, который мы переживали, многие другие бизнесы могут обвалиться за месяц, за два. У нас такого невозможно, потому что у нас основной процесс около пяти лет идет. Поэтому все равно есть вот эти сглаживающие факторы, которые как бы решают. Но ты должен задумываться о том, что будет через пять лет. Я всегда говорю, что к нам приходят студенты, он уверен в том, что выйдя через пять лет на новый рынок, на котором будут технологии, которые, может быть, даже сегодня не существуют вообще, то есть они появятся за эти пять лет, он найдет там свое место и будет эффективно работать. То есть наша задача долгосрочная, в перспективе постоянно саморазвиваться, адаптироваться к этому и внешним условиям, и к технологиям, которые мы же не просто еще вуз, но технологический вуз, технический. То есть мы вынуждены как бы решать те задачи, которые не решают даже многие предприятия, которые работают в этой сфере. И это как бы основная задача. И в принципе все мои коллеги, которые работают, они же не приходят работать на год, на два. Они понимают, что это на десятилетие. Спасибо. Игорь Владимирович Кабашкин сегодня рассказывал об истории Института транспорта и связи. Мы вспоминали его партнера и товарища Евгения Александровича Копытова, который, собственно говоря, был одним из инициаторов сохранения команды, доставшейся Института транспорта и связи от РКИГА, от РАУ. И благодаря усилиям вот этих двух людей и усилиям и доверию Парексбанка и его руководителя Валерия Каргина этот проект состоялся. Он живет и работает, выпускает специалистов, набирает новые команды на новые программы. Одна из самых популярных это робототехника. Буквально недавно на сайте Института видела, что объявлен дополнительный набор. И спасибо Игорю Владимировичу вам за то, что вы сохранили верность своему делу, своему призванию, своему институту, за то, что вы работали как вол и продолжаете трудиться, завоевали буквально европейское признание и для института, и для себя лично вас считают одним из крупнейших экспертов по логистике в Европе и в Европейском Союзе. И хочу вам пожелать новых творческих идей, хороших сотрудников, хороших студентов, умных докторантов, хороших диссертаций и всего самого лучшего. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Она была посвящена Евгению Александровичу Копытову. И буквально через несколько дней запись ее появится в Ютьюбе. Мы ее обязательно выставим и на нашей странице в Фейсбуке, и на других страницах. Спасибо радиослушателям за внимание. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии и Родион Золотарев. До встречи через неделю.